Доехали мы на парковку. На парковке огромное количество машин. Я думаю, что вы видите за моей спиной. Кроме нашей никакой машины больше нет. Написано, что парковка стоит 100 крон на день, либо 30 крон на час. Не знаю, кто у нас возьмет деньги и возьмут ли вообще. А также за моей спиной вон там находится карта, которая говорит, что идти до Браны, до вот этих вот ворот правчицких 70 минут. Справимся, мы не справимся. Я очень надеюсь, что справимся, но прохладно. Снег лежит. Снег. Я его давно не видел. Пошли. С самого начала нам показалось, что что-то не так. Мы ехали в прекрасную чешскую Швейцарию с ее красотами, но выглядело все совершенно иначе. Мы долго шли по грязи и перепрыгивали через лужи. Сложно было представить себе, что нас ждет дальше. И главное, стоит ли вообще идти так далеко по мокрой дороге. Вскоре дорога просохла, и мы начали встречать камни из песчаника и горы. На разных стендах описывалось, что растет и кто живет в этих местах. Около сотни миллионов лет назад, еще в меловой период Мезозойской эры, на месте нынешней чешской Швейцарии было море. Глубина его достигала нескольких сотен метров. Песок со дня моря стал потом песчаными скалами. И сейчас еще в песчанике можно найти лакушки той эпохи. Чешская Швейцария находится на границе Чехии и Германии. Назвали ее так еще в 18 веке два швейцарских художника. Они учились в художественной академии Дрездена и приехали сюда писать пейзажи. Места у Эльбы напомнили им родину, и сначала художники назвали так немецкую часть, саксонскую Швейцарию, а потом по подобию стали называть и чешскую. Добраться к правчицким воротам можно из Женско или из Мезнилоуки. Первый вариант короче, около четырех километров и с более крутым подъемом. Второй из Мезнилоуки, более длинный, около шести километров. Зато не нужно карабкаться на гору, а можно прогуливаться и заглядывать на смотровые площадки. Как истинный белорус, я стараюсь идти по своим знаком. Знаки нас привели, наконец, к правчицким воротам. На чешском они называются правчицкая брана. Два часа мы шли до правчицких ворот. Здесь, конечно, красота. Через ворота проходят облака, а вокруг лежит снег. И ни души. Вот только попасть на смотровую площадку достаточно сложно, потому что здесь висит замок, который закрывает нам проход к правчицким воротам. Замок нам не помешал. Виды здесь удивительные. И свое удовольствие мы получили. Тем более, мы увидели места, где снимали несколько сцен фильма «Хроники Нарнии». Серия про льва, колдунью и волшебный шкаф. Правчицкие ворота – это самые большие скальные ворота эльпских песчаниковых гор. Высота ворот – 16 метров. Ширина – 26,5 метров. Так что сквозь них мог бы легко пролезть, например, КамАЗ или пролететь небольшой военный самолет. Большое количество посетителей ворот привело к эрозии верхней части скалы, поэтому доступ к ней закрыли в 1982 году. Нижняя площадка действует и сегодня. На обратном пути у Мезнилоуки мы обнаружили научную дорожку для детей и взрослых. Она называется «Рысия тропинка». Интерактивные стенды на ней рассказывают о том, как развивался лес и эта местность, а также о том, какие виды птиц, животных и насекомых здесь водятся. Долго мы не могли уйти с рысьей тропинки. Сашке хотелось потрогать все. Так что, наверное, и хорошо, что мы обнаружили ее уже по пути обратно. А вообще мы собираемся еще приехать в чешскую Швейцарию. В другую погоду и в другой сезон. Путешествия должны быть разными. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...